Эксцентричный врач и одержимый накопитель Гарольд Карр умер в возрасте 89 лет, его родственники столкнулись с непростой задачей, разобраться в его имуществе. Его дом был забит грудами медицинского оборудования, пивными кружками, тысячами квитанций, нашелся даже шпионский дрон времен Второй мировой войны. Но все их усилия того стоили, когда они открыли дверь его гаража и наткнулись на золото. Внутри они обнаружили Bugatti Type 57 S Talented 1937 года выпуска. Этот автомобиль был одним из 17 когда-либо выпущенных. Исторический автомобиль с пробегом всего 26 284 мили с 99% своих оригинальных деталей. Они решили продать его в Париже через месяц. Его цена превысила мировой рекорд в 4,4 миллиона фунтов стерлингов на аукционе. Аукционисты выставили резервную цену в 3 миллиона фунтов стерлингов за двухместный автомобиль, описанный как одна из Лучших дорожных спортивных машин золотой эры 1930-х годов. 15 из 17 Аталантов, все еще существуют. Эта конкретная модель изначально принадлежала Эрлу Хоу, ведущей фигуре в сфере британского автоспорта. Он оснащен 3,3-литровым восьмицилиндровым двигателем, четырехступенчатой механической коробкой передач и может развивать скорость 60 миль в час за 10 секунд. Доктор Карр был хирургом-ортопедом, который служил военным врачом во время Второй мировой войны. Позже он стал страстным любителем авто и купил автомобиль в 1955 году. Он ездил на нем несколько лет, прежде чем оставить его в гараже рядом со своим домом в Гасфорте. Последний налоговый лист истек в декабре 1960 года. Карр никогда не был женат, поэтому восемь его родственников должны разделить доходы от его имущества. Племянник, пожелавший остаться неизвестным, сказал, «Мы знали, что у него было несколько машин, но мы понятия не имели, что это были за машины». В местном фольклоре было немного о том, что у него был Бугатти, но никто не знал наверняка. Он стоит так дорого, потому что он не пользовался им уже 50 лет. Это был один из оригинальных суперкаров. Его родственники позаботились о том, чтобы деньги были распределены между членами семьи. Его племянник описал своего дядю как очень эксцентричного старого джентльмена. Он добавил, «Я полагаю, вы могли бы назвать его сумасшедшим доктором. Люди, которые видели его на улице, думали, что он бродяга. Он надевал две пары брюк одновременно. Все дети смеялись над ним на улице, когда он возился со своими машинами, потому что на голове у него был кусок резиновой трубки, чтобы масло не попадало в волосы. Но он всегда был таким щедрым человеком. В последние годы жизни доктор Карр страдал одной из форм обсессивно-компульсивного расстройства и хранил в доме все. В его отдельном доме были сложены папки с топами высотой 180 сантиметров, включая даже квитанции за карандаши, купленные в 1950-х годах. На протяжении многих лет доктор Карр сопротивлялся многим предложениям купить Бугатти. Когда его собственность была очищена, внутри были найдены десятки записок от потенциальных покупателей. Он получал письма со всей страны. Люди съезжались отовсюду, чтобы попытаться убедить его продать машину. Дорогие друзья! Если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного. Субтитры создавал DimaTorzok